История химок – история прежде всего людей. В честь юбилея города наградили его ровесников. Здесь те, кому в этом году исполнилось 80 и больше лет. Почетные грамоты от руководства округа получили коренные химчане, работники градообразующих предприятий и пенсионеры, имеющие заслуги перед городом. Больше двух десятков человек. Глава округа Дмитрий Волошин поздравил ветеранов с прошедшим днем пожилого человека и рассказал о губернаторской программе «Активное долголетие». Она позволяет пенсионерам вести активный образ жизни, посещая экскурсии и мастер-классы. Мы сейчас увлечены проектом, который называется «Клуб «Активное долголетие», то есть место, где можно будет собираться не только для бесед и диалогов, а и в том числе для того, чтобы решать наболевшие проблемы. После торжественной части – неформальная беседа. Пенсионеры рассказали о том, что их волнует, в частности, развитие науки. Нужно, чтобы было будущее. Сегодня будущее – это критическое положение. У нас как-то не совсем наука. Ведь посмотрите, какие гиганты, какую мы продукцию даем. Ведь это безопасность всей страны. Не было бы энергомашей продукции, факела. Мы не знаем, не будем. Обсудили и вопрос воспитания нового поколения, стремление вперед и уважение к собственной истории – то, что помогает химкам расти и развиваться. Для этого необходимо больше материалов и экспозиций, рассказывающих о городском округе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!